Добрый день, дорогие друзья, в студии «Московской правды» ведущий Дмитрий Васильев, но самое главное – это наш гость, автор-исполнитель разного жанра, в разных стиле и направлении, о которых он сам расскажет, Юрий Самарский. И потерять бою, мы смотрели в глаза своей смерти не раз, сколько отдану сил, сколько пролетов-то, и сегодня опять, Выполняя приказ, не сдаёт высоты девятая рота. И зовут меня ангелы, ангелы, слышу их голоса, о, как хочется, ангелы, ангелы, вслед за вами уйти в небеса. Добрый день, Юрий. Добрый день всем, вы сегодня с нами. Юрий, давайте сразу вот прям быка за рога, человек, который поет в нескольких стилях, и как вас воспринимает аудиторию, ведь у каждой аудитории есть своё направление. Кому-то нравится то, что вы делаете в шансоне, а кому-то нравится то, что вы делаете в другом направлении. Ну, я рос на Beatles, Creedence. Ну, это, конечно, не шансон. Да, я рос на этой музыке и с детства люблю импровизировать на гитаре. И сейчас во всех своих песнях я оставляю много места для гитарной импровизации. Я никогда не заучиваю соло специально, что-то ещё. Вот что мне на душе, то я выкладываю. Поэтому меня иногда называют русский Крис Ри или Марк Кноффлер. Но лучше Крис Ри. Может, всё-таки Кноффлер меньше написал песен. Мне только одна известная. А вот стиль гитаря у меня как раз. Дарс Трейс, на самом деле, по сути, группа, которая, ну, по крайней мере, у нас известна по одной песне. Муви-муви, помнишь? А так, в принципе, Крис Ри для меня, для меня, честно говоря, Кноффлер, всё-таки, меньше музыкант, больше бизнесмен. Он же очень из богатой семьи, поэтому создал группу так, утихи ради. Ну, мне не всё нравится цеплять. А Ри — это вот именно музыкант полностью. Опять вернёмся к Юрию Дёмину. Он же Юрий Самарский. Юрий Самарский. Это потому что я первый свой альбом писал в Театре МХАТ, в студии. И там, когда сведение было, педагоги поинтересовались, кто это поёт. И ребята сказали, что Юрий из... — Из Самары. — Из Самары. — Из Самары. — Я думаю, ну, почему бы, Самара достаточно такой город тогда был. — Хороший город. — Одесса, Ростов и Самара, да? Ростов-папа. — Одесса-мама. — И Самара-колыбель, так сказать. Это я про бандитизм. В своё время наш город был очень такой, достаточно мощный в этом плане. Потом вот эти вот 90-е, большой интерес вообще был к шансону, к радио. Не к радио, а... — Ну, к исполнению, да, к стилю. — К стилю. — Поэтому я понял, что я могу этим зарабатывать деньги, а тратить их на блюз. То есть вот писать в студию и всё. Записал я где-то... В общем, выпущено уже было альбомов 15, а в ту осень я собрал 23 из неизданного. То есть я пишу, пишу, пишу. — Юрий, а вот скажите, сказывается ли качество на количество? Потому что, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, тоже к музыканту, ну, это вообще дар божий, да, написать что-то, картину, написать... — Я понял вопрос. — Песню, да? Что-то слепит. — Встаньте, вот возьмём Высоцкого, допустим, или Есенина возьмём. — Так, Высоцкий и Есенин, так, давайте определимся. — Я про поэзию, допустим. — Про поэзию. — Да, потому что как-то вот Танич, уважаемый Михаил, да, когда вы спросили о поэзии, даже где-то в интернете у меня была ссылка, его интервью, к нему случайно попал мой диск, передали на концерте, он со мной связался сам и говорит, что, ну, интересные аранжировки кто делает, я говорю, я сам всё делаю, один, и в гитару говорю, и в гитару играете. Ну, тогда я вам скажу, что, по сути, будет очень интересно. — Вам будет интересно на мои стихи что-то сделать? — Да. — У нас так и не срослось. Вот. Он тогда немножечко и приболел, и прочее. — На чём мы, извините, это… — А вот количество песен. Можно написать одну песню, да, которая будет как «Бэссэмамэ», да, «Бэссэмэмучэ», «Бэссэмамээ», «Бэссэмамээ», «Бэссэмэ». — Ну да, безусловно, есть бриллианты. — Да, да. И, в общем, больше таких этим авторам и этой авторшей не было написано песню этой женщины. — Знаете, я… Каждая моя песня — это как маленькая повесть. Вот ни одной пустой песни нет. Потом, даже когда я пишу «Нашу жизнь», она, в общем-то, не такая уж и весёлая, если разобраться. — Ну, у кого-то весёлая. Может быть, у нас с вами не очень весёлая, а у кого-то она очень весёлая. — А я о той жизни, о правильной, о такой, которая вот в народу. — А те, кто живут весело, тоже считают, что это их правильно они живут. Это мы живём неправильно. Вы знаете, всё в жизни относительно. — Да, это я к тому, что у меня все песни, даже которые о сложных каких-то моментах, то есть каждая песня, как маленькая повесть, всегда у меня заканчивается позитивно. То есть везде есть надежда на то, что всё будет. — То есть у вас зарубежный вариант песни, у них фильмы всегда заканчиваются хэппи-энд, практически все, а у вас все песни заканчиваются позитивно. — Да. — Как блюз. — Так вот, Танич как раз… — Это блюз, уже блюз в шансоне. — Да, Танич сказал про меня, что я не знаю, Самарские это фамилии или, может быть, он из Самары, он там не сказал. Но вот стихи, которые пишет он, тексты, они вполне могли бы, допустим, это как вот он после Есенина Высоцкого знамя там поднял. Мне действительно часто говорят, что многие, что у тебя, многие песни, как Высоцкий как будто их написал. Это когда длинные балансы. Вот песни «Волки», допустим. — Надо было Джигурде отдать. Джигурда всю жизнь копирует Владимир Семенович, поэтому… — С Джигурдой мы встречались на одном концерте, в Самаре был концерт Высоцкого, «Память Высоцкого», я спел несколько песен, потом вышел Джигурда, а он перед началом концерта ходил вокруг скверика с гитарой, совершенно раскованный, такой, вот ходил, пел там, потом, когда он отпел, а мы сидели рядом в кафе, уже отмечали этот праздник, и в мире был, говорит, спой еще что-нибудь. А у меня с собой были минусовочки, мини-диски. Я пошел на сцену, музыкантом знал этих звукорежиссеров, потому что все, уже закончился концерт. Я начал петь, а все, кто стояли люди, они с Джигурдой ушли к гитаре Высоцкого. И поэтому я никому не мешал. Пусть ушли и ушли. Я начал для своих ребят играть, и все вернулись люди. И мне на вторую песню, бах, и вырубили свет. Так, так, отключили. Зачем? Это провокация, Юрий, явно. Ну, это нормально. Вот. Так что собрал я 23 альбома. А из этих 23 альбомов, частичек Вашей жизни и повести, на Ваш взгляд, я понимаю, что автор, конечно, всегда субъективен к своему творчеству. Вы считаете наиболее удачные песни, которые до сих пор актуальны? Был такой случай. В свое время я написал песню для Рады Рай. Вернее, нет. Я писал альбом на Рязанской проспекте в какой-то студии во Дворце культуры. И услышал, в зале кто-то поет очень хороший голос. Это была Рада Рай. Я ее не знал никогда. Зашел, в стой зал, они там репетировали. Я к ней подошел и говорю, слушай, у меня есть песня очень клевая. А я написал все время для ЦАП Ромэн несколько цыганских песен. И на них должны были делать спектакли. Цыганских песен? Да, я единственный, кто пишет цыганских песен. Еще Юрий Мош, еще и жнец и кузнец. Что бы. И цыганам певец. Я написал песни для Табора уходит в небо, которые должны были там прозвучать. Но тот проходимец, который мне эту идею подал и от моего имени подал туда эти песни, он большую сумму денег зарядил. И... Посредник. Посредник. Надо было самому. А у меня не было такого возможности. В Москве все так. Надо быть пробивным. Вот Олег Азмамонов, он пробивной. Расскажу почему. Вот он... Два слова просто об Олеге. Мы с ним познакомились случайно. Пришел ко мне на эфир, я тогда работал на радио, Рома Власенко. Рома Власенко в своем время в Добрых молодцах пел еще с Севой Новгородцевым. Известный музыкант. Потом он стал руководителем группы. Галактика такая была. Украинская группа. Очень сильная. Очень хорошая. Слава Синчук, певец. Очень хороший вообще. Сева Татарников, музыкант. И он принес мне альбом. Там, знаешь, трог такой. Мне 17 лет, я начали путь. А потом... И две песни. Регги-регги «Танцующий остров» и Люси. Помнишь такую песню? Только пел Люси сам. Младший. Нет, Олег. Я говорю, слушай. Я говорю, Ром. А я говорю, а вот это что? Он говорит, да это наш звукорежиссер. Олег Газманов написал. Ну, это был 92-93 год. Я говорю, это же шлягеры, Ром. Я понимаю, рок у тебя клевые песни. Классные. Но вот это, это стопроцентный шлягер. Я потом сказал, я говорю, Олег. Когда мы с ним уже встречались, общались. Он, конечно, не помнил этого. Я говорю, Олег, я первый, кто тебе дал на эфире. И ты об этом помни. Кто был первооткрывателем. И именно его песни сам, без его желания или просьбы. Мне было это интересно. Я хотел помочь человеку, который, действительно, есть доля внутри вот этой мелодики, которая запоминается. И слова. У нас есть расхожая такая фраза в шоу-бизнесе. People have it. Оно мне очень не нравится. Однако ты ее произнес, Юрий. Я ее произнес, потому что, когда звучит, что мне не нравится. Потому что people — это... У нас есть народ. Ну, по-английски. Английский people. У нас есть народ. А шансон французский — это певец. С нормальным вкусом. Я не люблю даже шансон, это слово. Потому что я люблю городской романс. Вот. История. Так нет, шансон — это просто по-французски. Шансонье — это певец. А у нас шансон — это что-то в успевании было одной какой-то жизни. Ну да. Там еще что-то. Вот. Я, скажем так, прошел все. И в лагере был. Поэтому я имею право писать на эту тему. Потому что я эту жизнь знал изнутри. Вот. Хочу сказать, что я никогда никому зла не делал. Это там отдельная история. Я как художник туда. Кто у меня, знаешь, нарисовал? Я сделал документы. Документы нарисовал. Друзья вырученные. Потеряли на машину. Я повелся, сделал. А потом меня сдали. Но суть не в этом. Я тебе по поводу этого. Алла Верды. Ваня Кучин, знаешь как? Из-за чего сидел? Он... Причем он сел дважды. Сидел за одно и то же. Он динамики выкрутил в ДК. А-а-а. И сделал себе аппаратуру. За что получилось сначала пять, потом семь. Какую-то аппаратуру делал. И Ванька Кучин. Замечательный человек. У меня был на эфире. У него потрясающая песня, как у тебя. Давай вернемся к тебе. На счет people have it. Я сказал, что у нас есть народ. У которого совершенно хороший, замечательный вкус. Религия ведь это что такое? В Китай родился. Веришь в этого бога. В Буду там. Веришь в то хорошее, о чем тебе говорят те, кто тебя окружают. Вот. Поэтому музыка это то же самое. И если у нас сейчас включить приемник. Вот я ехал на машине, да, с Самарой. Пульт большой, длинный. И иногда ты где радиоловила, слушаешь радиостанции. Ну, практически нет интересных песен. Если брать молодежь, я понимаю, что я... Интересные песни для какого поколения? Давай так. У каждого поколения есть свои песни. Согласен? И есть песни такие нетленки, которые нравятся все. Песня. Песня, знаете, что такое песня? Вот почему вот... Да, Юрий. Да, песня. Это когда ты ее слушаешь. И когда вот тебя или мурашки покусывают. Когда тебе хорошо. Когда тебя песня вытаскивает из какой-то ситуации. Юрий, ну кому-то хорошо, когда просто ритм идет. И его настраивает на хорошее настроение, правильно? Согласен, согласен. Это танцевалочка, пускай она будет прочее. Но у нас только танцевалочка. И если мы слушаем на шансон. Ну, не на всех радиостанциях. На шансоне не танцевалочка, скажем, еще есть... Ну, там очень похожие аранжировки. Очень похожие у всех. Один тоже стиль. Так все же конъюнктура, она определяет сегодня день. Не соглашусь с вами. Творче. Ну, аранжировка. Каждый хочет выглядеть современно, правильно? Современным звуком. Все хотят. Все хотят современные сэмплы. Все программы там... Фьюти... 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 Фьюти Лопс. Забыл. Я понял. Вот момент... Когда я начинал с Радарай. Значит, я написал для нее песню «Последнюю любовь». А, Фьюти Лопс. «Любовь». В Ютубе есть эта песня. Это, я считаю, самая сильная песня. И не только я вообще там. Да, сотрудничать нам не дали дальше. У меня несколько песен. Потому что один из ее продюсеров сам пишет песни. Ему не надо было что... Ему надо было себя продвигать. Так очень, к сожалению, часто так происходит. Это нормально. Ну, что поделаешь. Пусть будет так. И когда эту песню... У меня попросили на нее исключительные права. Один из директоров радиошансон. Предложили мне очень хорошие деньги. Или на выбор. Или две песни поставить в ротацию на два месяца. Я говорю, давайте лучше в ротацию мои две песни поставим. Поставили песню «Ангелы» и поставили песню «В белом городе». Не бизнесмен вы, Юрий. Не бизнесмен. Но надо было взять деньгами. И чтобы еще поставить... Надо было оспорить. Сказать, а давайте так. Чуть поменьше сумма, но четыре месяца пить. Знаете, как? Утром стулья, вечером деньги. Не Остаф и Бендер, Юрий. И вот получилось, что через какое-то время, через недельки-две, я звонил. Там работала девушка. Имени назвать не буду. И она сказала, что у нас телефон красный. Мужики звонят «Ангелы», женщины звонят «В белом городе». То есть интерес очень большой. Разделились. И мне тогда директор, тоже фамилия. Он один из них. Он говорит, давай-ка еще пару треков. Пойдем дальше тогда. Я дал. И тут же через неделю меня вызывает и говорит, Я здесь не один директор. У нас здесь много их. И они сказали, зачем мы Самарского в таком количестве подаем людям. Нам люди хотят другие как-то отдачи какую-то. А здесь очень много к нему внимания. Поэтому, если ты хочешь им заниматься, соответственно, делай это серьезно. Ну и вот, в общем-то, потихонечку, потихонечку. И делать серьезно. Не «а». Нет, нет. Не стал. И потихонечку все это всошло на нет. С эфиру сразу не убрали. Ну, стали так редко крутить. Сейчас, я не знаю, может быть, пару песен каких-то там бывает. Но, конечно, я часто был. Ну, а вот, что, Юрий, сейчас? Темы в песнях изменились со временем? О песне... Нет. Меняется музыкальный стиль. О песне об одном и том же. У меня, мой бренд, на всех альбомах я всегда был написан. Мужская песня. Мужская песня – это песня о главном. О войне, о родине, о друге, о брате, об отце, о любви. О чем угодно. Но чтобы это было от мужчины. Понимаете, о чем я говорю? — Понимаю. — Вот. Мужская песня у Высоцкого. Но когда поет Акуджава, давайте говори друг другу комплименты. Ведь это все любви, прекрасные моменты. Это романтика, она ни о чем. Это вот бардовская песня, да, я к ней очень отношусь как бы... — Так она тоже разная. — Она разная. Но бывает, что... Я же сам с Самары, это Грушинский фестиваль оттуда у нас. — Ну вот, Грушинский фестиваль, тоже много возникает вопросов. — На Грушинском фестивале я выступал раза три. Притом каждый раз я пробивался на сцену с боем. Хотя я первый, кто отдал альбом человеку, который... — Одному из организаторов, я понимаю. — Да. А он послушал, а потом когда он встретился, обнял меня и говорит, «Зачем тебе это нужно? Ты профессионал». А я ему альбом свой подарил уже первый. — Вы знаете, сколько людей и столько мнений. Кому-то нравится Акуджава, кому-то нравится Висбор, кому-то нравится Ножкин, кому-то нравится Володя Качан. Сколько людей и сколько мнений. — Я по мужской песне. — А вот по поводу мужской песни, я не... Вот что значит мужская песня? То есть вы говорите о любви к родни, о друзьях. А да, говорите друг другу комплименты. Ну, ты, если ты другу говоришь комплимент. Слушай, ты такой молодец, ты забил голы, ты поступил... — Это красиво. И песня Митя... Кто там ее написал? «Как здорово, что здесь мы сегодня собрались». Олег Митяев. «Купол неба». Это тоже все хорошо. Это тоже нормально. И людям это... — У него свой образ, свое мировосприятие. — Они сидят, музыка страны, поют все вместе. — Мировосприятие свое. — Ради бога. Я к этому так отношусь. Но мужская песня — это совсем другая история. Это совсем другая история. Это вот то, что Высоцкий. Вот это, я считаю, это мужская песня. Вот о жизни, о такой, какая она есть. — Может быть, потому что так, как он ее исполняет, эти песни. Потому что Высоцкого перепевают... — Это контекст. — Ну, я понимаю. Я, например, слышал в женском исполнении Высоцкого. И как это? — Кстати, Гриш Лепс в свое время... — Ну, парус сделал. — Был первый концерт. — Пел парус, порвали парус. — Был первый концерт в театре эстрады. Я был там гостем. Нет, все зарезоновался. Они пригласили как гость. Я спел несколько песен и уже ушел на выход. И слышал, кто-то поет мощный голос. Читенько клево. Я вернулся и любопытно посмотреть. Это был Гриша Лепс. Я с ним познакомился. Дал ему кассеточку свою. Альбомы, которые я уже писал в «Димхат». Григорий, познакомься. Я говорю, посмотри, пожалуйста. Мне кажется, то, что я делаю, тебе будет близко тоже. Мы на одной волне. Если тебе понравится, я для тебя специально напишу песни. Все. Потом они меня с продюсером стали постоянно отзваниваться, что мы себе этот альбом забираем. — А продюсер тогда был не Кобылянский, Женя? — С Кобылянским я позже тоже общался по этому поводу. Тоже с ним не срослось у меня. — Понял. А до этого был тоже какой-то продюсер? — С Кобылянским мы приходили к Реву. — Нет, но я имею в виду, у Лепса разве был не Кобылянский? — Я, честно говоря, не помню. Я тогда только начинал, мы стояли на одной половине. Но этот альбом они целиком хотели купить у меня. — Юрий, еще один вопрос в нашей передаче хотел задать вот какой. Бывает так, что одну и ту же часто песню просят вас петь на концерте? Одну и ту же. — Ну конечно. — Я к чему не до конца вопрос говорил. А бывает эта песня не совсем… Есть песни, которые нравятся самому автору, да? А есть песни, которые, может быть, в меньшей степени нравятся самому автору, но более представляют интерес зрителя. — Я понял вопрос. — Вот как, Юр? — Когда ты долго находишься в своей теме, то время просеивает, и ты уже смотришь, что вот какое-то количество больше… Вот именно на этой песне. — Да, именно на этой песне. А как, вот, представляешь, ты поешь 15 лет одну и ту же, и скажешь, ребят, ну у меня же столько песен, ну что… — А потому что сложно не показать. — Юр, а как быть в этой ситуации? И не спеть неудобно, да? И тебе уже не хочется вот сказать, ну, это прожитая песня, она была актуальна, она была мне нужна, и я ее дознасил 20 лет назад. Я сейчас хочу вот этот материал показать. Вот как быть, чтобы и нравилось зрителям. — Вот сделал удачную песню «На маленьком плоту Лоза». Он, наверное, на этом плавает всю свою жизнь. — Да, да, да. — Но, тем не менее, это как насадочка. — Конечно. — И те, кто покупает его развиты песни, и слушают его все остальное. То есть это очень нормально. — То есть и у тебя… Вот я хотел бы в заключении нашего беседы спросить, какая песня является твоей выходной песней, которая самая известная. — Ну, песня «Схватка с волками», если послушать ее в Ютубе. — А мы ее послушаем обязательно. Мы ее сегодня услышим как раз в заключении нашего беседы. — Я хотел что-то упомянуть. Значит, ну, во-первых, вот у меня вот этот медальончик. Это от Стил Морса, вот, с группы «Ди Пепл». — Ты. Ничего себе. — Стил Морс. Они приезжали к нам в Самару, в русской охоте, в одном из ресторанов. Группа «Ди Блэк» играла, а я просто как гость тоже был. И когда я поиграл, я поимпровизировал, попел. Притом я спел «Солджи Фортуен». — А, только еще и… — Но я сыграл там свое соло. — Своё. — А после этого… — Вот он раз и два. — О, совсем дорогого стоит. — У меня есть медальон, личный из рук Биби Кинга. Это в клубе «Пилот» лет двадцать назад. — Он еще выступал, знаете, где? В Театре эстрады, Юрий. — Да? — В Биби Кинге. Я был на его концерте. — Роскошный. Как он выходил. Три ноты играет. Он же кайфует от того, что играет. Там нет вот этих кучи нот бессмысленных. Там три-четыре ноты, но нужно в нужный момент сыгранное. — Но, к сожалению, вот в клубе «Пилот», я же пришел его послушать. Это мой один такой значимый друг. Он пригласил нас. Девушкой был и я. Мы сидели на балконе. Внизу столько же. И рядышком был большой стол. Смотрю, идут черные. И Биби Кинг идет. Они сели рядышком. Я когда для храбрости там подошел, то ли салфетку с чем-то, чтобы автограф взять. Меня такой здоровый. «Excuse me» в сторону. Ну, нет-нет. Потом начался сейшен. Он даже не пел ничего. Его пригласили просто, видно, для заправки, для рекламы. Ну, присели, да, для гостей. Ну, гостей, да, да. Много народ собралось. И потом начался сейшен. И вот я вышел, сыграл на другую гармошку. Гитара освободил, взял гитару, стал играть. Когда я вернулся, подходит этот здоровый негр ко мне, по плечу вот и показывает в сторону туда. Там сидит. Он показывает мне. И это ему тот. И он раз этот медальон дает. Он у меня до сих пор. На одной его портрет. Биби Кинг. На другую гвозенную шар и гитара. И Биби Кинг. Здорово. Вот у меня есть этот тоже. И в заключение нашей беседы, Юр, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям в канун наступающего 2022 года? Как небанально это звучит? Ну, я думаю, что не скоро все разрулится. Вот эта сложная ситуация. Эпидемическая. Эпидемиологическая, да. Вот. Не будем называть причин. Вот. Я думаю, что, я думаю, что, да, нам стоит только запасаться терпением, надеждой. Единственное, что у нас не могут отнять, это возможность общаться. Поэтому я всем рекомендую почаще встречаться с друзьями. Не хандрить, слушать хорошую музыку. Кстати, моя музыка снимает давление. Это однозначно. Я попробую. У меня повышенная иногда. Вы набираете ее. У меня в Ютубе там столько народу. Вместо таблеток. Хорошо. Да, да. Поэтому счастья, добра, не теряйте надежды на то, что когда-то все это разрулится и вернемся к прежней нормальной жизни. Спасибо большое. У нас был в гостях Юрий Самарин. Самарский. Ой, Юрий Самарский. Самарин тоже звучит. Удачи нам всем. Всего доброго. Удачи. 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 Во, Уذ terrific. Удачи.